Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь. Ну что ж, сегодняшний день, повестка экономического календаря, несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Это блок европейской статистики по индексам активности в производственном секторе. Речь идет о показателе по еврозоне в целом и отдельно по ведущим экономикам. Можете открыть экономические календари и посмотреть прогнозы не самые утешительные, хотя это логично, учитывая всплеск инфляции в еврозоне, эти постоянно обсуждаемые проблемы и риски рецессии, которые практически реализовались. Я думаю, что еще месяц-два и мы точно будем говорить о том, что экономика валютного блока оказалась вот в этих условиях, которые были спрогнозированы, которые были ожидаемы, которые стали причиной, почему евро против американского доллара протестировало буквально несколько дней назад паритетное значение. Соответственно, еще один блок слабых отчетов может стать и дополнительным триггером для развития понижательной динамики. Также сегодня выйдет отчет по Канаде розничной продажи в 15.30 по московскому времени. У нас пара доллар-канадец еще сидит в шортах. Мы ждем ее на отметке 1.28. Если прогноз экспертов сегодня оправдается, а я думаю, что цифры, скорее всего, действительно будут неплохими, то у канадского доллара будет шанс оказать сопротивление американскому конкуренту и, соответственно, упрощить свои позиции. Давайте к евро. Европейская валюта. Текущие котировки 1.01.91. Конечно же, евро продолжает резонировать на итоги вчерашнего заседания Европейского Центрального Банка, в ходе которого, как и ожидалось, впервые с 2011 года ставка была повышена. Мы настраивались на это событие, фундаментально знали то, что оно приведет к серьезной волатильности на финансовых рынках, так оно и получилось. Первая реакция евро – это рост практически в районе сопротивления 1.03, после чего на рынок вернулись продавцы, перехватили инициативу и сбросили, собственно, пару евро-доллар к отметке 1.02 и даже ниже. Перед тем, как детальнее углубиться, опять же, в итоге заседания Европейского Центрального Банка, я хочу обратить ваше внимание в целом на новостной фонд, который имеет место быть сейчас в экономике ЕС. Это прогноз Международного валютного фонда по снижению темпов экономического роста Германии на этот год с 2% до 1,2%. Те данные, которые я только что озвучил, ожидаемые по индексам производственной активности, которые с вероятностью 99,9% сегодня разочаруют. Отставка драги, которая усилила политический кризис в Италии и тем самым создала очень серьезное препятствие, преграду для Европейского Центрального Банка, который очень хотел анонсировать во всех красках программу борьбы с фрагментацией в периферийных странах Европейского Союза, но не смог это сделать, потому что долговой кризис остается значительным, сохраняется политическая и экономическая неопределенность и нужно дождаться, собственно, завершения выборов в Италии, только переходить снова к обсуждению детальной вот этой новой программы. Возобновление поставок газа по Северному потоку. Это новость, пожалуй, до заседания Европейского Центрального Банка вчера была основной, но нюанс здесь заключается в том, что объемы поставок сейчас ниже, чем были до того, как эта магистраль, этот газопровод ушел на техническое обслуживание. И представители российской страны уже отметили, что если в ближайшие дни на участке Германии Северного потока не будет установлена новая турбина Siemens Energy, которая ранее, как вы помните, застряла в Канаде, то буквально со следующей недели объемы поставок газа могут сократиться вдвое и пропускная способность будет уже в районе 20%. Но даже в текущем формате 40% от того, что было, это недостаточный объем, чтобы решить проблемы с именно нехваткой голубого топлива в странах ЕС и в Германии. И, соответственно, это то, что позволяет нам говорить о сохранении именно сложностей, связанных с накоплением достаточного количества запасов в хранилищах перед началом осенне-зимнего сезона. Я плавно вас подвожу к тому, друзья, что энергетический кризис продолжает усиливаться. И через некоторое время последствия этого энергетического кризиса, еще больше рост инфляции дадут о себе знать и повлияют на действия Европейского центрального банка и на экономические условия, европейские экономические условия в целом. По этой причине я рекомендую вам и дальше смотреть на евро, не как на актив, который стоит покупать. И особенно нужно с опаской смотреть на перспективы роста европейской валюты с недоверием, точнее, после того, как Европейский центральный банк повысил процентную ставку сразу на 50 болезненных пунктов. Тем самым подтвердив собственные опасения и наши, наверное, тоже, что инфляция продолжит расти, что рецессия неизбежна и через квартал к концу этого года экономические условия ухудшатся в разы. Поэтому вывод здесь напрашивается сам собой. Если сам Европейский центральный банк настолько дрогнул, что решил все-таки отдать дань моде других центральных банков, которые ранее уже стали ужесточать монетарную политику, тоже примкнул к этому сообществу тех, кто борется с высокой инфляцией более высокими процентными ставками. Мы из этого делаем выводы о том, что правильно спрогнозировали тяжелые экономические времена, которые в конечном счете сделают европейскую валюту гораздо дешевле американского доллара. И наша ставка расчетного возвращения в район паритета – это основная рекомендация, которую я предлагаю держать, опять же, и дальше. Тем более, что следующая неделя – это заседание американского регулятора. Собственно, теперь к доллару. Индекс доллара 106,8. Эстафета перешла к ФРС. Готовимся к следующей среде, когда также американские регуляторы опубликуют решения по параметрам денежно-ходительной политики. Но здесь ожидается более активное повышение ставки в диапазоне от 75 до 100 базисных пунктов. Хочу также отметить, что риски рецессии американской экономики увеличиваются с каждым днем. Последний прогноз ФРБ «Атланты» о том, что во втором квартале экономика просела на 1,6%. Поэтому, когда выйдут данные по ВВП, буквально через полторы недели, и будет представлена первая оценка по экономическому росту за второй квартал, мы убедимся, друзья, в том, что риск, который раньше был гипотетический, мы все предполагали и думали, будет или нет, он реализуется. И экономика США по всем канонам экономической теории окажется в этой рецессии, и нам придется называть вещи своими именами. У Байдена положительный тест – это еще один фактор, который позволяет нам докинуть немного политической неопределенности, экономической, в общую топку аргументов, почему доллар должен пользоваться спросом, не только благодаря жесткой политике и действию американского регулятора, но и на фоне сохраняющейся глобальной экономической неопределенности и благодаря собственным свойствам как защитного актива. Поэтому по индексу доллара сохраняем длинную позицию. То же самое по паре доллар – японская иена. Наша цель остается прежней – 140 иен за 1 доллар. Ждем, собственно, ФРС. И на контрасте того, что ФРС сделает еще один шаг в сторону того, чтобы нейтральная процентная ставка выросла к 4%, Банк Японии, как мы помним, накануне оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений. Золото, лоу вчерашнего дня был 1680. Мы были близки, друзья, к тому, чтобы действительно сделать цель по коррекции золота в районе 1650 уже к концу недели. Но временная инициатива перешла к покупателям. Сегодня золото опять продают. Текущие котировки 1713. Я думаю, что шорты давайте поддержим еще. И что касается рынка нефти. Чуть выше 100 долларов за баррель сейчас. Существенно, ситуация не изменилась, потому что вот этот спред, который сейчас образовался, это по сути следствие экспирации. Поэтому результат, разница была нивелирована через начисление свопы. Но те, кто с компанией Амаркетс долго, прекрасно должны понимать, о чем идет речь. Я в отношении рынка нефти по-прежнему сохраняю бычий настрой и жду все-таки еще больше убежденных инвесторов и трейдеров в идее дефицита предложения, которые своими капиталами смогут упрочить совокупный спекулятивный лонг и толкнуть котировки Brent и Dauntleti к нашей цели выше 110 долларов за баррель. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!